В Славянске-на-Кубани День России отметили соревнованиями по мотокроссу на Кубок главы района. В нашем городе мотокросс имеет пусть небольшую, но славную историю. В 2001 году в детско-юношеской спортивной школе «Триумф» открылось отделение мотокросса. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Краснодарского края. О любителях быстрой и экстремальной езды в репортаже Надежды Неткачевой и Александра Косицына. Соревнования начались с тренировочного заезда. Гонщики проверяли свои мотоциклы и разучивали трассу, знакомились с препятствиями и определяли для себя сложные моменты. Проверить свои силы, технику и выносливость съехали 150 участников со всего Краснодарского края, а также из городов Ростовской области и Ставропольского края. Председатель Федерации мотокросса Славинского района Михаил Фролов присутствовал на соревнованиях как один из главных ветеранов мотоциклистского экстрима и как организатор. Он не понаслышке знает, что такое прыжки на мотоцикле, повороты, виражи, а самое главное то, какими качествами должен обладать настоящий мотокроссер. «Спортсмен – это и спортсмен. Все волевые качества, которые существуют. Ну плюс еще надо уметь ремонтировать технику, надо к ней бережно относиться, надо понимать, что она может сгореть в любой момент, беречь и прочее, прочее». Мотокросс – это скорость, которая дается нелегко. Трассы пронизаны колеями, трамплинами, крутыми поворотами и всевозможными препятствиями. Наравне с опытными спортсменами на старт выходили совсем юные мотогонщики. Одному из них всего пять лет. Так управлять мотоциклом, как они, да еще показывать отличные результаты дано не каждому взрослому. А это значит, что мотоциклетный спорт развивается, становится более массовым и зрелищным. «Мотокросс – это мой самый любимый вид спорта. Я никогда его не брошу и буду заниматься дальше без окончания». Для победы главное – вера в себя, стремление быть первым и, конечно же, техника и опыт. Любая гонка – это проверка на выносливость, считает участница команды «Лотос» Славинского района Татьяна Вишневская. Девушка рассказала, чем ее привлек этот экстремальный вид спорта. «Я с детства любила мотоциклы, это всегда было моей страстью. Я всегда их обожала и, наконец-то, я нашла то, чем бы я занималась, чем хочу заниматься. Думаю, что даже когда поступлю в институт, я найду где-нибудь и буду заниматься, приезжать сюда. Потому что расстаться очень сложно с мотоциклом, со своим, со всем этим адреналином, со всеми ощущениями». Шоу получилось ярким и захватывающим. Понаблюдать за спортивными соревнованиями и поддержать участников пришли сотни зрителей. Победителей их было несколько. Каждый в своей категории получили кубки, медали и ценные призы. А в общекомандном зачете лидерами стала славянская команда «Лотос». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Надежда Неткочева, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».